МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаю вас, друзья! Мы представляем программу СтопКадр в студии Аниты Рашевская. Кому підкоряется мистецтво, мы с вами дизнаемся в нашей сегодняшней программе. И на собственные очи побачим, как разквитают люди, когда занимаются творчеством. Дом учитель – это второй дом учитель, где он может отдохнуть, отойти от своих проблем. Мы обе являемся музыкальными руководителями детского сада. Мне очень нравится петь. Это, мне кажется, что у меня вырастают крылья за спиной, когда я пою. Мы делали вечера памяти Назаря Ремчука, Квитки Цисек. Мы уже в этом году делали вечер романса. Анатолий Викторович достиг таких результатов. Он у нас был полуфиналистом всеукраинского телевизионного конкурса 5-го. Украина мает талант. Лито, как известно, налаштовывает нас на отпочинок, пригоды и безтурботное життя. Но нашим сегодняшним героям даже лето не заважает заниматься улюбленной с правою. Господа, вы знаете, учителя тоже, оказывается, люди. И ничто человеческое им не чуждо. И живут учителя в домах, и воспитывают детей, и любят, и готовят. А еще у наших учителей есть замечательный дом, в котором они не только проводят свой досуг, но еще и ведут большую активную работу на просвещение нас с вами. Какую работу? Давайте узнаем. Потому что за внешним, казалось бы, строгим видом учителей сохраняется такое нежное сердце, которое нуждается и в вашей тоже поддержке. И сейчас мы с вами приехали в этот дом, в котором собираются наши учителя, и поговорим с директором этого замечательного дома, и узнаем, чем еще живут наши с вами учителя. И знакомство с домом учителя я вам предлагаю, господа, начать с его директора, которая сидит рядом со мной, такая светлая женщина, которая дарит людям свет, свет и радость. Зоя Сафроновна, будьте добры, вот такая светлая. И, конечно, и дом ваш очень светлый. И вы призваны не только учить, вы еще и должны дарить людям радость и немножечко даже разгружать учителей от их сложной работы. Я бы даже сказала, вредной работы учителей. Правда? Да, конечно. Дом учителя – это второй дом учителя, где он может отдохнуть, отойти от своих проблем, сложностей, своей работы. У нас проводятся разнообразные мероприятия, которые помогают этому всему. Кроме того, у нас работают коллективы художественной самодеятельности. Это то, что людям по душе. У нас три народных учительских коллектива, три детских коллектива. А детские – это дети наших учителей, это внуки наших учителей, которые приходят к нам в наш дом. Этот дом мы стараемся, все работники дома учителя, чтобы он был теплым, уютным, добрым и всегда радостным. То есть он должен нести свет и нести радость людям. И мы всегда рады гостям, которые к нам приходят, и всегда рады встретить, и что-то сказать, что-то дать. Помимо того, что в школе там идут знания, да, а у нас тоже идут знания. То есть у нас детки получают, у нас художный-остатичный напрямок, получают знания, профориентационную работу проводим. То есть дети выбирают себе профессию в будущем, посещая кружки. Дети очень много интересного делают своими руками. Дети у нас поют. Дети у нас победители всеукраинских, международных, региональных, городских конкурсов. Нам есть что сказать, и мы всегда всем рады. Давайте, может быть, начнем наше знакомство с вашими коллективами, с вокальной студией, которая существует в ваших стенах. Да, если можно, я немножко скажу историю. В 1972 году Майя Александровна Чувашина организовала эту студию. Это была солистка областной филармонии и учитель вокала детской музыкальной школы номер один. Всего за нашу историю, нашей вокальной студии, у нас было шесть руководителей. Второй руководитель, это была Круг Наталья Владимировна, а третий была Елена Аркадьевна Власенко. О Елене Аркадьевне я хочу сказать особо, потому что это человек, вокалист от Бога. Она лелеяла, берегла, оберегала, развивала все голоса учителей. И учителя, и работники детских дошкольных учреждений с удовольствием всегда спешили к ней на урок, потому что это была тайна голоса, это была встреча с настоящим профессионалом, с настоящим человеком. И как результат, я хочу сказать, что у нас были результаты. У Елена Аркадьевны ребята стояли на одной сцене в Киеве с Аллой Кудлай, с Белоножко. Мы участвовали в экологическом форуме, в котором принимали участие народные артисты Украины. И настолько нам доверили, нам была оказана честь, три человека с нашей студии тоже выступали там. Я хочу сказать сегодня о Асачи Виктории Васильевне, которая солистка тоже областной филармонии, работала после Елены Аркадьевны. Сегодня у нас харизматичный, молодой, интересный руководитель это Александр Федорович Сычев, который сам бурлит. У него очень много песен, слов, которые он сам пишет, и музыку, и слова. У нас сотрудничество с Александром Федоровичем, у меня как директора, длится уже 10 лет. И за это время у нас с ним написано очень много произведений, которые касаются учительской профессии, потому что учительская профессия – это своеобразные нюансы, это большой колоссальный труд, за которым стоит личность учителя. И вот я старалась вместе с Александром Федоровичем, чтобы у нас получилось что-то. И у нас собрались песни, которые в августе у нас будет презентация на нашей педагогической конференции диска «Осветяна миста Маколаева». То есть это каждой школе, каждому детскому саду будет дан диск, который поможет им в их работе. А в студию ходят энтузиасты, фанаты, которые вокалы, которые любят петь, которые несут людям радость. И им есть что сказать. Это ветеран нашей студии, это ведущая солистка Наталья Викторовна Ковалева, музыкальный работник детского сада 93. Это Анна Сергеевна Крапивина, 82-й сад. Это Татьяна Викторовна Фурошкевич, учитель украинского языка и литературы 11-й школы. Это Нина Андреевна Хамчук, которая работает в Доме учителя, руководителем кружка английского языка для детей. И Лилия Шевчук, которая сегодня работает в Сухомлинского в библиотеке. Там у нее такая очень серьезная должность, такая за сектором технологии и тогда автоматизации библиотечной системы. Но ветеран студии Валентин Бойко. Это военный в отставке, а сегодня он юрист. Ну, каждый человек это... Каждый человек это целый мир. Целый мир, да, это личность. И каждое произведение, оно несет какую-то крупицу, чего-то. Вот мы бы хотели сказать. Вот песня молодых учителей, это вот мы такие, вот молодые учителя, вот мы такие. В чем это заключается? Вот, пожалуйста, послушайте. Ода директора школы. Это ансамбль у нас исполняет. Это написала слова сама директора школы, 46-й, Светлана Анатольевна Тельнова. А музыку написал Александр Федорович, мы его попросили. Студия всегда принимает участие во всех проектах Дома учителя. У нас был проект «Поневчителька», в котором принимали... Ковалева принимала Наталья Викторовна участие, принимала Каминская Наталья тоже. Она тоже ходит к нам в студию, но у нее больше авторская песня, она пишет самомузыку, пишет слова. У нас «Скорбово-светянского роду» было, тоже студия принимала участие. То есть везде музыкальное сопровождение, нам есть что сказать. Друзья мои, и сейчас мы заходим в класс, где проходит репетиция в народной вокальной студии городского Дома учителя. Наши герои репетируют, видите, смотрите, они очень внимательны и очень сосредоточены. Друзья мои, очень-очень извиняемся. Здравствуйте, мы с телезрителями пришли к вам в гости. Я понимаю, что вы настроились, но только что, Зоя Сафроновна, подойдите, пожалуйста, к нам. Только что мы беседовали с Зоей Сафроновной и слышали много-много добрых, теплых слов. Александр, о вас и о ваших прекрасных дамах. Телезрители, посмотрите, посмотрите, какая красота пришла к вам в дом. Прекрасные дамы – это все члены народной вокальной студии Дома учителя. Александр, вы возглавляете эту студию, вы возглавляете этот «Цветник» давно. Сказать еще мало чего, потому что всего лишь год, но уже за год много сделано. Совместно с Зоей Сафроновной, директором идеи всех концертов принадлежат и сценарии ей. А наш коллектив – Анна Крапивина, Нина Хамчук, вот слева направо, я сюда говорить, Лиля Шевчук, Светлана Соколова, Ира Серая, Наталья Ковалева – это наши солисты, взрослые солисты, уже самодостаточные люди по профессии учителя, но поющие учителя, которые несут в себе такой вот культурный осередок Дома учителя. Александр, а знаете, все солисты, они уже состоявшиеся люди и, можно даже сказать, состоявшиеся артисты. А вам, вот по-честному, они не слышат, телезрители, ну, вы никому не расскажете. Вот вам, вот по-честному, сложно с ними работать? Мені дуже легко працювати в будинку вчителя, займаючись народно-вокальной студією вчителів, тому що взаиморозуміння є, особливо є велика підтримка аккомпаніатора з великим стажем Людмила Миколаевна Пашковської. Це наш викладач, і все місто наше знає Корабелів. Це дуже поважна людина, і щира, і саме головне в нашій справі – грамотно. Людмила Миколаевна, аккомпаніатор, вы аккомпаніатор, казалось би, аккомпаніатор, но именно от аккомпаніатора зависит, ну, можно сказать, все, да, Александр, я права? Для нас важливіше солісти, ніж ми, тому що солісти – це речах наш. Розумієте, але Людмила Миколаевна це як серце, знаєте, серце б'ється, а значить все добре. Давайте послушаємо, як б'ється серце. Людмила Миколаевна, і так, як б'ється ваше серце? Зараз, конечно, роботи нелегко, тому що соліст – це соліст. Він вот так хоче, і я дозна це розуміти, я дозна це розуміти, я дозна йти за ним, все ровно він соліст. І наскільки професіонально це зроблено, настільки краще вони будуть і виглядеть, і слухати їх буде приємно дуже, і настільки це буде професіонально звучати. Тому це дуже багато завістить від концертмістера, але, звісно, я не кажу руководителю. Олександр, Зоя Сафровна говорила, що народну студию Дома учителей возглавляли дуже маститі професіоналі. І вот прийшли ви, ви тож не мальчик, ви композитор, ви известний в городі чоловік. І, звісно, треба продовжувати держати таку марку, високу марку, т.е. планка піднята високом. Каждого знаю, хто був руководителем, з кожним выступаю на сцені, сьогодні, і кожного знаю, то, що він привнес в студию. Може був, значально, з самого першого руководителя, я не знаю, але знаю ті, хто був у нас, Іллы Логвинові, Іосачі, Вікторія Васильовна, з її класичній подачі. Пытаюсь, не пытаюсь. А ви, що нове? Хорошо, ви стараєтесь сохранити старе, а що нове? Що нове? Наверно, Зоя Сафровівна говорила вже, що у нас були патритичні проєкти, ми робили «Вечера пам'яті Назаря Ремчука», «Квітки цисок», ми вже в цьому році робили «Вечер романса». І зараз саме час, я хочу, щоб ви, телезрители, пойдемте, от смотрите, от рядом стоїть, ви теж солістка, розказуєте, розказуєте. Так, я солістка вокальної студії. Я дуже давно в цій студії, ще з 2009 року, потрапилася в цей студії після конкурсу пані вчителька 2009. Конкурсу красоти, мабуть. Ні, це конкурс вчителів, але творчий конкурс. І саме тоді мене запросили в цю студію, і досі я навчаюся в ній. І я вам хочу сказати, що це дуже велика честь навчатися вокалу і сценічній майстерності у такого педагога, як Олександр Федорович. Тому що це справді майстер на всі руки, і музику писати, і як артист дуже талановитий. Людмила Миколаївна помічає кожен нюанс, у всьому допомагає, веде нас не тільки як концертмейстер, а як і педагог. Ну і, звісно, дуже мене вражає організаційні здібності працівників Дома Вчителя, тому що Сафронія, вона колосальну, можна сказати так, колосальну працю проводить. Для того, щоб ця студія існувала, для того, щоб вона себе показувала. От, власне кажучи, і все. Для того, щоб була вот такая вот красота. Смотрите, здесь ще Добрый Молодец у нас є. Ви тож солист, юноша, да? Телезритель? Да, наверное, солист, раз вот це не хор, а студія, значить солист. В вашем репертуарі. Расскажіть, пожалуйста, нашим телезрителям. Ви учитель, як ви сюди попали? В 2005 році я прийшов, в феврале. І влюбились? Всегда був влюблен. Влюблен в женщин, а в песню. Песня женского рода, правильно? Ну, да, це неразделимо. Вот так вот, в женщин. В первую очередь. Видите? Видите, женщины, хотите, щоб вас любили мужчины? Пойте. І все. І любовь мужчин вам обеспечена. Гарантировано. Да, конечно. Ви любите ваших колег? Обязательно. А как інакше? Так, действительно. Невозможно не любити общаться. Я такого не понимаю. Анатолий Викторович пришел к нам в студию, он уже сказал, через смотр конкурс художественной самодеятельности учителей города Николаева, когда была руководителем Елена Аркадьевна Власенко. Она его заметила, она увидела в нем талант, харизму. И вот Анатолий Викторович достиг таких результатов. Он у нас был полуфиналистом всеукраинского телевизионного конкурса 5-го «Украина. Майя талант». Вот так вот телезрители. Пойдемте дальше знакомиться. Вот посмотрите, еще одна солистка такая замечательная. Расскажите, пожалуйста, как вы попали, что в вашем репертуаре? Здравствуйте. Ну, я занимаюсь в этой студии уже несколько лет, уже года 4. Я всегда любила петь, я пою с 5 лет. Вы учитель? Да, я преподаватель английского языка. Телезрители. Преподаватель английского языка, солистка студии. Представляете, поет. Ну, так, для себя. Мне просто очень нравится это. Еще училась играть на фортепиано. И попали в студию и стали солисткой? Да. А помогает вам ваша учительская практика? Да. Я пою много на английском языке. Рассказывайте, пожалуйста, вы преподаете что? Я работаю в университете Сухомлинского. Я отношусь больше к учителям, но не являюсь им. Но обожаю петь. Люблю и обожаю нашу студию. Люблю творческий наш процесс, который у нас всегда проходит в дружественной обстановке. Всех наших, особенно Александра Федоровича, это наш наставник. Он нам всегда помогает. Он для нас, нам дарит свои песни. А какие больше песни по душе? Вот лично вам. Ну, я вообще давно академист. То есть я пою, скорее, классику. И у нас очень много с Александром Федоровичем дуэтов. Ну, вообще, я предпочитаю, конечно, классику. Но, конечно же, эстраду тоже пою. Следующий студийец, студийка. Расскажите, пожалуйста, вы преподаватель? Нет, я деловод. Боже! Деловод. Это что значит, простите? Я работаю в детском саду деловодом, веду документацию. Такая у вас... С документами. Вот, простите меня, знаете, вот такая сухая какая-то профессия, документация, бумажки. А посмотрите. Но до этого вся моя жизнь была связана с музыкой. Я работала музыкальным руководителем в детском саду. Как вы сюда попали? А сюда я попала в апреле месяце. Был организован конкурс аматорских коллективов работников образования. И я вместе со своей внученькой принимали участие. Мы заняли третье место, и я попала в студию. И как вам здесь? Расскажите. Замечательно. Что вы поёте? Что в вашем репертуаре? Ну, я-то как начинающий только участник студии, поэтому в моём репертуаре немного песен, но я люблю лирику. Лирику? Да, романсы я люблю. А ну, например, такое, как «Белая акация и гроздья душистая». А можете напеть? Вот так. Сходу. Целую ночь соловейном насвистывал. Город молчал, и молчали дома. «Белая акация и гроздья душистые». Ночь напролёт нас сводили с ума. Потрясающие телезрители. Ясно? Потому что на что вы думаете, что только говорят студенцы? Нет, они поют. Поют. Что поёте вы? Расскажите, пожалуйста, прекрасная дива. Я больше эстраду, очень люблю эстрадные песни. София Ротару, Оксана Белозир, Чепрага. А больше, самая большая песня у меня, София Ротару, а также песни нашего Александра Фёдоровича «Каштановый сквер», «Женщина». И эстрадные песни, которые мне самое наиболее до души, яких я люблю. Как вы попали в студию, расскажите? Дуже. Так, я уже ни где не працюю. Дуже випадково в 2010 году я была на концертах филармонии в театре Чкалова. И подошла до Асачо и тогда вела. Вона вела студию. Дуже мне понравился один романс. И я подошла за этим романсом. Ну и она просто прослушала, как я заспеваю. И вы знаете, я так и осталась. И мне тут очень хорошо. А заспеваете? Само сейчас? Прошу, я только этот романс с ней. Я могу что-то другим. Что-то другим? Так, прошу лаванду. Прошу София Ротару. Лаванда. Или зрители, внимание. В нашей жизни всё бывает, и под солнцем лёд. Не тает и теплом зима. Встречает дождь, сидёт в декабре. Любим или нет, не знаем. Мы порой в любовь играем. А когда её теряем, не судьба, говорим. Лаванда. Горная лаванда. Наши дни с тобой синие цветы. Лаванда. Горная лаванда. Сколько лет прошло, но помним я и ты. Потрясающе! Друзья мои, это ещё не всё, потому что есть. Спасибо вам большое. Телезрители, посмотрите. Зелень и синева. Ну что может быть прекраснее, чем вот сочетание цветов и женской красоты? Девчонки, ну честно. Блондинка и брюнетка. Мы поём. Мы поём. Мы обе являемся музыкальными руководителями детского сада. Причём рядом. Соседки, подружки, да, в Ленинском районе. Я 82-й детский сад. А я 93-й детский сад. Да. Поэтому любим петь, поэтому находимся здесь. А знаете, девчонки, всё равно должна существовать какая-то конкуренция, может быть. Ну я не знаю, ну зависть как-то неуместна говорить, но вот или нет. Или вот просто вы поёте и вам хорошо в душе. Мы поём для души, поэтому думаю, конкуренция здесь нет. Между нами нет конкуренции. Мы с Аней очень гармонируем с друг другом, дружим, поддерживаем друг друга. В работе, в песне, в жизни. Везде. Поэтому нам хорошо, нам легко, нам вместе очень замечательно. И вообще в нашем коллективе. Все прекрасные, все любимые, все хорошие. Родные, близкие люди, с которыми всегда хорошо провести время. То есть здесь, можно сказать, семья? Да. Да. Именно так. Вот перед нами учитель английского языка, 22-й школы. Представляете, насколько это всё серьёзно. Но учителя они тоже поют, да, Мариночка? Вы солистка студии? Да, я солистка студии. Вот попала благодаря конкурсу «Осветянские таланты», в котором я приняла участие и надеюсь, что заняла призовое место. И благодаря Александру Сычёву вот сейчас хожу сюда, в эту студию, на репетиции. И мне очень нравится петь. Это, мне кажется, что у меня вырастают крылья за спиной, когда я пою. Это, наверное, моё второе призвание. Мариночка, смотрите, профессия учителя. У вас сложная школа, престижная очень, сложный предмет, английский язык. И как остаётся силы ещё и петь. Телезрители, представляете, остаётся силы петь. Остаётся силы и даже открывается второе дыхание. Это придаёт ещё больше сил, даёт какой-то новый толчок ещё к большим вершинам и совершенствам, и совершениям, и творчеству, и достижениям своей жизни. МИКОЛАЇВСКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ БУДИНКУ ВЧИТЕЛЯ На всё добре! МИКОЛАЦКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ МИКОЛАЦКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ МИКОЛАЦКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ